Говорят, что беда никогда не приходит одна, не лгут, должно быть беда очень компанейское создание. Вот и в дом Лукиных она пришла с целой делегацией друзей. Началось все с трагедии, Лукиных стало меньше, они лишились Натальи, матери семейства. Очень долго никто из семьи усопшей, да и их соседей с друзьями не мог поверить в случившееся. Ведь Наталья была здоровой, пусть и не молодой женщиной. Она была весела, на щеках ее цвел румянец, а на губах всегда сияла улыбка. Все произошло слишком резко и внезапно для того, чтобы быть правдой. Вот лишь вчера Наташа работала в саду, хлопоча над любимыми гортензиями, а потом, пожаловавшись на внезапную усталость, прилегла отдохнуть. Легла она там же, в саду, под тенью яблони. Наталья так и не встала. Навсегда заснула, раз, и не стала человека. Наталья не болела долго, врачи не ставили ей страшных диагнозов, поэтому члены ее семьи и не смогли к этому подготовиться. Новость стала для всех шоком, особенно для мужа Натальи Петра. Петр свою жену обожал. Они были вместе со школьной скамьи. Мужчина попросту не мог представить свою жизнь без зазнобы, без голубушки, без Наташеньки. Однако жить пришлось. У Пети остались две дочери-двойняшки, выпускницы школы. Старшую звали Любовь, а младшую – Надежда. Соседи еще шутили, мол, для полного комплекта им не хватает веры. Да только не сложилось. Девочки достались чете Лукиных непросто. Перед этим у Наташи было две неудачные беременности. В третий раз она испугалась, узнав, что под ее сердцем появилось сразу два ребенка. Она и одного выносить не смогла, а теперь еще и возраст немолодой. Однако, несмотря на сложную беременность и тяжелые роды, она справилась. Наталья подарила мужу дочерей. Позже Наташа говорила, что она выдержала только благодаря Пете. Он заботился о ней и не позволял ничего делать. Он был с ней в больнице несколько часов, меряя шагами коридор, пока врач не вышел к новоиспеченному отцу с радостными новостями. Родились дочки. Обе здоровые. Счастью родителей не было предела. Они растили дочерей в заботе и любви. Жила семья в деревне с красивым названием «Соловьиная роща». Дом у них был добротный, хозяйство имелось. На домашнем молоке и твороге, на чистом воздухе девочки росли и хорошели. Когда Любе и Наде исполнилось по пять лет, уже стало ясно, что они совсем разные. Люба была капризная, громкая, всегда требовала внимания и совсем не умела играть одна. Также она не умела делиться. Надя же была кроткой. Казалось, что она растет в тени сестры. Порой Наташа, глядя на дочерей, качала головой и говорила мужу. «Переживаю я за Наденьку. Больно она тихая и добрая. Сложно ей будет в мире нашем». Мужчина жену успокаивал. «Пока живы, мы ее в обиду не дадим». Девочки росли. Люба становилась все хитрее. Она часто шалила, но скидывала вину на сестру. Например, она могла съесть варенье и сунуть пустую банку под кровать Наде, либо сломать что-то и спрятать под ее подушку. Родители видели ложь дочки насквозь. Однако это злило Любашу еще больше. Она топала ножкой, хмурила лобик, дохныкала. «Почему вы всегда верите Надьке?» «Потому что Надя никогда не врет», – парировала мама. «А еще у тебя рот в варенье». Дальше больше. У Любочки были очи заведущие, руки загребущие. Ей мерещилось, что у Нади все самое лучшее. Родители всегда покупали им все поровну, но Люба капризничала. «Хочу Надькино платье, у нее узорчик лучше!» Надя, пожав плечами, отдавала обновку. «Бери, мне не жалко!» – улыбалась сестра искренне. Довольная Люба хватала вещицу, но потом ее снова одолевали тяжкие думы. Не опростоволосилась ли она? Может, ее наряд был лучше? Вот бы ей оба платья, а Надьке ни одного. Тогда бы было честно. Порой, с недаемая такими мыслями, Люба портила одежду сестры. Только если мама ее на этом ловила, то велела отдать свои вещи Наде. Люба ревела и злилась. Надя в такие моменты отказывалась от даров. «Не надо, ты же случайно пролила клей на мое платье?» – искренне спрашивала она. Люба торжественно кивала, мол, не хотела, совсем не хотела. Надя ее прощала, радуясь примирению. В общем, проблема сестер была в том, что они были как две противоположности. Инь и янь, черное и белое, огонь и лед. Любовь злая, вредная, импульсивная. Надежда слишком наивная и добрая. Им бы сплотиться, да горы сворачивать. Но куда там? Когда девочки выросли, то их пути и интересы совсем разошлись. Надежда была больно скромной и тихой. Девушка любила сидеть дома, учиться, читать книги, занималась выпечкой и работала в саду. Она мечтала стать врачом. Люба считала, что учеба – это удел некрасивых людей. А она очень даже хороша. Любовь выписывала модные журналы, листая один по сотни раз. По вечерам она бегала в клубы, каталась с парнями на мотоциклах, сбегала ночью из дома. Любочка всегда знала, что она не будет жить в деревне. Нет ей тут места, в этой глуши, среди коровьих лепешек и разбитых дорог. Ее жизнь там, в городе. Там и возможностей больше. Люба пока не знала, кем станет. Может, актрисой или моделью. А может, и замуж удачно выйдет. Ведь там ее наверняка ждет принц на белой иномарке. В том, что некий олигарх будет ждать ее, сельскую красавицу, чуть ли не на вокзале, Люба, воспитанная сериалами, не сомневалась. Надя тоже собиралась, закончив школу, уехать, но для того, чтобы поступить в институт. Она успела даже подать документы, да только матери не стало. Какая уж тут учеба! Едва Петр похоронил жену, как и сам занемог. Он похудел, посерел, взгляд его стал полон стекла. Мужчина сначала храбрился. «Вы, девочки, не думайте обо мне!» Заявил он дочерям. «Езжайте, строите свою жизнь, вы должны исполнить свои мечты. Нечего вам в деревне делать, я же справлюсь, не переживайте». Любочка восприняла слова с радостью и принялась паковать чемоданы. Надежда папе не поверила. Видела она, как ему тяжко. Однако папа настоял. «Езжай, Надя, у тебя светлая голова и такое же светлое будущее. Обо мне заботиться не надо, чай не ребенок». Надя, обняв отца на прощание, уехала в институт. Учеба ей нравилась. Да, было сложно, но она же хотела стать врачом, а спасать людей – дело важное, ответственное. Надя постоянно звонила домой. Папе. Мужчина, когда брал трубку, клялся, что все у него хорошо. Надюша верила. Однако, вернувшись на зимние каникулы в родной дом, ахнула. Оказалось, что после смерти супруги мужчина стал чаще прикладываться к бутылке, ища в этом успокоение. Он и сам не понял, как перестал засыпать, не выпив бутылочку. Сложно ли стать деревенским алкоголиком? Тут в каждом втором доме самогонку гнали, да наливали. Наденька, увидев отца, едва не заплакала. Она не узнала его, хотя прошло всего полгода, да и дом хозяин запустил. Все покрылось пылью, даже плошки. Папа и готовить себе толком перестал. Надя пыталась достучаться до папы, но не успела. Однажды она в студеный зимний день пошла на крайний шаг. Надя взяла и вылила все запасы алкоголя, которые она шла в доме. Отец, придя с работы, долго шарился по ящикам и углам. Не найдя ничего, он смерил дочку суровым взглядом. «Верни!» — потребовал Петр. «Пап, не надо оно тебе!» — покачала головой Наденька. «Да добра никого не доводила, беленькая. Ты сам на себя уже не похож. Худой стал, серый, злой». «Я злой от того, что в родном доме рюмку выпить не могу!» Рявкнул мужчина, топнув ногой. «Ты мне это брось! Верни все, как было!» Губы Нади затряслись. Глаза отца были, как у сумасшедшего. «Все вы меня бросили!» — ворчал мужчина. «Наташка ушла, дети уехали. А мне тут даже выпить нельзя, так что ли?» «Пап, я все вылила!» — призналась дочь. Услышав ее слова, Петр побагровел. Наде показалось, что папа может ее даже ударить. В жизни он руку не поднимал, хотя в деревне таким воспитанием не брезговали. А тут... а тут мог бы и огреть. Да только Петр отшатнулся от нее, пробормотал что-то себе под нос, накинул грязный тулуп и ушел в ночную мглу. Надя за ним кинулась, да не нагнала. Ходил папа быстро. Дочь в ту ночь глаз не сомкнула. Наутро не выдержала. Начала по соседям бегать. Папу искать. Узнала она в доме деда Семена, что отец захаживал. Выпили они литр, может, поболее, да он ушел. Задумчивый был. Сказал, что дочка дома ждет. Извиниться хочет. Было это ночью. Начали тогда всей деревни Петра искать. Нашли мужчину в снегу, в канаве. Он с пьяну поскользнулся и упал, ударившись головой. К счастью, замерзнуть навсегда он не успел. Зато на ноге появилась гангрена. И ее отняли. Стал мужчина инвалидом. Работать, как прежде, он больше не мог. Ситуация была плохой. Надя позвонила сестре, рассказала, что произошло. Она плакала, просила приехать и помочь. Люба, выслушав двойняшку, парировала категорично. «Ты сама виновата. Зачем у него синьку отняла? Не пошел бы за ней ночью, не замерз бы. Теперь сама и расхлебывай все это, а я в деревню не вернусь. Я здесь жениха нашла. Вы уж простите, но на свадьбу я вас не позову. Гена из хорошей семьи. Я же не хочу, чтобы кто-то знал о моей деревенской родне». Заявила Люба и скинула звонок. Надежда была в шоке. Только вот папе она не стала ничего рассказывать. Надя приняла решение остаться в деревне. Она как могла заботилась об отце. Несмотря на светлую голову и хорошие оценки, она поставила крест на идею стать врачом. Занялась домашним хозяйством. Также Надя устроилась в местную больницу. Мало кто хотел там работать, поэтому молодую девушку взяли. Надежду всему обучили и стала она медсестрой. Делала и уколы, и перевязки. Петр после того случая словно бы в себя пришел. Пить он бросил. Нашел себе работу. Стал заниматься ремонтом. Благо руки у него были золотые. Также папа с дочкой стали делать творог, домашний сыр, варенье. Да повадились все это добро продавать. Петр порой жалел, что ему пришлось ноги лишиться, чтобы в себя прийти. Да и дочь ему было жаль. «Зачем ты себя губишь ради старика? У тебя же мечты были, Наденька!» Ворчал он, глядя на то, как Надя трудится в огороде. Надя качала головой. «А разве мои мечты не исполнились? Я работаю в больнице. Да, может, я и не стану известным хирургом, но я же хотела просто помогать людям. И знаешь, я рада, что так случилось. Мне приятно работать там, где все мне знакомы и дороги. Я рада, что могу помочь тете Вале с ее давлением, которое поднялось из-за того, что внуки не хотят ехать на лето в деревню». Улыбаясь, рассуждала дочка. «Я рада достать занозу из пальца непоседа Никитки, перевязать рану дяди Толика и узнать, что палец он себе все-таки не оттяпал. Я правда счастлива, папа, и я люблю тебя, люблю нашу деревню. Мне тут хорошо и спокойно». Надя говорила искренне. На глаза мужчины наворачивались слезы. Он не понимал, как ему досталась столь чудесная дочь, но был благодарен за нее Богу. Шло время. Надя влюбилась в чудесного парня Сашу, который постоянно покупал у нее творог и яйца. Неизвестно, сколько Саше пришлось съесть сырников и омлетов, прежде чем он собрался с духом и позвал очаровательную продавщицу на свидание. Саша понравился и Петру. Парень он был хороший, работящий и искренний. Работал он на заводе, что был вблизи их деревни. Звезд с неба не хватал, но на кусок хлеба с маслом, а то и с колбасой всегда смог бы заработать. Оказалось, что Саша и сам рос в деревне. Родители его работали в городе, оставив сына на дедушку с бабушкой. Дед его был пасечником, а еще держал коз и кур. Свои умения он передал внуку. Бабуля научила внука работать с землей. В общем, Петр понял, что Саша свой человек. Долго Саша и Надя за ручки не держались. Решили пожениться спустя год после начала отношений. Наденька только настояла, чтобы жили они с отцом. Места там всем хватало, работа рядом. За детьми молодожены тоже не стали собираться долго. Так в доме Петра Лукина снова начали звучать детские голоса. Появилась сначала девочка Вероника, а потом и мальчонка Матвей. Петр, благодаря внукам, сразу помолодел. Счастье, понял он, лечит лучше, чем любые прописанные врачами лекарства. Минуло еще несколько лет. От Любы, надо сказать, не было ни слуху, ни духу. Надя пыталась держать с сестрой связь, но Люба отгородилась от своей прошлой жизни. Она была замужем, воспитывала дочку, а на этом информация заканчивалась. И вот на голову Петра, наконец, свалились не невзгоды, а небольшое, но все-таки богатство. Нашел мужчину юрист, да сообщил, мол, умер ваш родственник Игорь Иванович. Другой родни у него нет, посему вам владеть трехкомнатной квартирой. Игорь Иванович был дядей Петра. Они не были особо близки, однако порой держали связь. Мужчину подкосила болезнь, опухоль. Он всю жизнь работал, семью не завел. Состояние он велел отдать родне, указав это в завещании. Тогда-то и появилась на пороге отчего дома Любочка с ребенком, трехлетней Настей. Как она прознала про папина наследство, неизвестно. Однако пришла она с гостинцами, всех обнимала, целовала, к отцу ластилась, да затем завела заунывную, трагичную песню. «У меня в семье горе приключилось», — сказала она, собирая крупные слезы в платочек. «Мой муж, Геночка, человек добрый и хороший, да вот случилось, что связался не с теми людьми, теперь его могут посадить». «Как посадить?» — перекрестился Петр. «Хороших разве сажают, Люба?» «Еще как сажают. Сажают, если у них денег нет, а у нас так случилось, что их совсем не осталось. Был мой Гена бизнесменом, открыл автомастерскую, но партнер его кинул, сам за границу улизнул, а Гену оставил здесь, с долгами за аренду помещения, оборудование, невыплаченными зарплатами. Мы оформили банкротство, продали машину, некое имущество, но на этом ничего не закончилось». Плакала Люба. «К нам люди пугающие приходят, долг требуют. Я боюсь за себя и доченьку, понимаете? Если не выплатим, то Гену либо посадят, либо того. В лес вывезут в багажнике и прикопают». Петр почесал бороду, задумался крепко. Затем он кивнул, пожалев дочь. «Ну, чем смогу, тем помогу, Люба. Не реви уж. Квартиру, как продадим, я тебе половину дам». «Как половину?» — ахнула Люба, краснее до корней волос. «А как иначе?» — удивился Петр. «Все должно быть по совести. Дочки у меня две. Значит, и наследство между вами я поделю поровну». Любовь хотела протестовать, но вовремя одумалась, боясь потерять и эти деньги. Получив свою половину, Люба сразу вернулась в город. Она отдала всю сумму, чтобы спасти мужа. А на остаток копейки купила в квартиру новый диван. Что же сделала с деньгами Надежда? Они с Сашей, все обдумав, сначала снесли старый сарайчик и построили новый, добротный. Туда они поселили поросят и кроликов. Также они смогли поправить дом, отремонтировали детскую, провели, наконец, воду. Детям взяли по велосипеду, а отцу новую инвалидную коляску, более удобную. Купили они и новый телевизор, и кровать с хорошим матрасом. Вишенкой на торте их шопинга стала маленькая пасека. Саша начал заниматься медом. Дело у него пошло в гору. О бизнесе говорить не приходилось, но меда хватало и семье, и на продажу. Казалось бы, на этом история закончилась. Были деньги, да сплыли. Однако Люба в городе, так же, как и в детстве, обиду затаила и губы надула. Не один год она крутила в своей голове эту мысль, но озвучила лишь тогда, когда ее отец был уже стар. Позвонила ей сестра после долгой разлуки, да сказала. «Приезжай, Люба, папе совсем худо, болеет часто, спит много, хочет тебя увидеть до внуков». Любе очень не хотелось ехать в деревню, но она живо смекнула, что папа будет делить дом. Ей свой кусок был нужен позарез. Приехала Любовь в Соловьиную рощу, да дом родной не узнал. Крыша новая, стены красивые, справа сарай, слева банька, на заднем дворе теплицы да беседка, рядом с ней роскошный мангал из красного кирпича. Она не могла взять в толк, как так вышло, что в город уехала она, замуж за богатого тоже пошла она, а в шоколаде живет ее сестра. «Да, вон, хоромы отгрохала себе, стол от еды ломится, тут тебе и мясо, и соленье, и сыры, и колбасы, все домашнее, натуральное». А она, Люба, ютится с мужем и двумя детьми в душной квартирке, больше похожей на клетку. Еще и соседи злющие, но затопила их Люба пару раз, что с того, не бывает ни с кем такого, что стиральная машинка барахлит, а на новую денег у них нет. Так уж случилось, что Гена, прогорев со своим бизнесом, решил попробовать сначала, да только и второй раз не пошло. Прогорел. Их хорошую квартиру банк забрал за долги. Пришлось переезжать к Гениной бабушке, а старуху отправить к его матери. После этого Гена запил горькую. Люба поздно поняла, что ее принц был нищим, нацепившим на себя бумажную корону. Но не умел он дела вести. К тому моменту она уже была беременна вторым ребенком. Теперь Люба была вынуждена работать на кассе магазина, потому что ничего больше не умела. Муж ее работал охранником сутки через двое. «Откуда у вас деньги на все это?» – нахмурилась сестрица. Надежда удивленно огляделась, словно не понимала, что сестра имеет в виду, а затем улыбнулась и махнула рукой. «Ой, да это все Сашка и папа. Они сами баню сделали, представляешь? И мангал тоже, и беседку». Затем улыбка спала с лица женщины. «Только вот папа теперь все чаще лежит, не встает. Старенький он уже стал. Однако сегодня сказал, что из дома выйдет, за стол с нами сядет. Это он так рад, что ты приехала. Скучает. Ты бы чаще приезжала, Люба». В голосе Нади послышался упрек. Люба хмыкнула. «У меня на это времени нет», – заявила она. Семейный ужин прошел неплохо. Люба, как могла, велась рядом с папой. Все подсовывала ему внуков и охала. «Как же так вышло? С Надькиными внуками ты всю жизнь прожил, а моих так и не побаловал». «Так ты сама не везла, все прятала», – усмехался дед. «А деньги я на подарки исправно высылал, не обидел». Помимо этого, Любовь рассказывала, как тяжко им приходится, как тесно жить в квартире. Все Любу жалели, но намеков не понимали. Тогда Люба и решила идти напролом. Вечером она подошла к Наде, которая мыла собранные овощи. Женщина села рядом и заговорила с сестрой, думая, что она вся такая же наивная и простая. «Надюша, я тут поняла, что в деревне все-таки хорошо, детям тут раздолье, места много, воздух чистый, да и живность всякая». Она кивнула на кроликов. Надя покосилась на сестру. «Ну да, здорово здесь», – согласилась она, утерев лоб тыльной стороной ладони. Люба облизнула губы, подалась ближе к сестре. «Слушай, а что, если я сюда перееду?» Надя замерла на миг, удивленно посмотрела в лицо сестры. «Хочешь с нами жить? Ну, есть свободная комната, в тесноте, конечно, да не в обиде, но если ты хочешь жить в отцовском доме, то придется думать о пристройке». Она задумалась, а потом предложила. «Может, кто из соседей дом продает? Вы бы переехали». «Ты меня не поняла. Отца не сегодня, завтра уже не станет. Давай я сюда перееду, а ты в нашу квартиру. Хочешь?» «Все-таки я имею на это право. Я должна получить в этот раз хорошее наследство. В тот раз вы меня надурили». Надя ахнула, а морковь выпала у нее из рук в таз, расплескав холодную воду. «Ты что говоришь такое? Зачем папу хоронишь? Не буду я делить наследство живого человека. Стыдно тебе должно быть, Люба. Я о таком даже не думала». Искренне разозлилась надежда. Люба поморщилась, разозлилась. Она всегда заводилась в полоборота. «Конечно, не думала она. Ты же у нас святая. Разве что нимбом потолок не царапаешь». Ёрничала женщина. «Послушай меня, Надька. Я считаю, что этот старый должен оставить мне дом. Ясно тебе? Ты и твои детки тут уже пожили. Хватит. Пора уступить насиженное местечко». На глаза Нади невольно навернулись слезы. Она не знала, как говорить с сестрой. Однако ей и не пришлось. Из-за угла дома появился отец. Вид у него был суровый. «Вот, значит, что тебе надо», — покачал головой старик. «Я-то думал, что ты соскучилась. Проведать меня приехала». Люба быстро взяла себя в руки. «Я приехала, потому что Надька сказала, что тебе плохо». Буркнула она. «Да и хорошо, что вернулась, а то вы тут отгрохали себе дворец и в ус не дуете». Петр не знал, что дочь сестру позвала. Он искренне скучал по Любе, но не знал, во что это выльется. «Чем же ты недовольна? Ты выбрала свою судьбу сама», — сказал папа с печалью, глядя на дочь. Тут затаенная за годы обида и вылилась из Любы ядом. «Такого я не выбирала. И вообще, ты мне должен. Я с продажи той квартиры ни шиша не получила путного, только диван этот чертов. А сестра получила и ремонт, и сарай, и вещи всякие. Разве это справедливо?» «Во-первых, дочка, я раздал поровну. Однако сестра твоя так распорядилась своей долей, что сама ничего и не получила. Все для семьи взяла». «Достало меня это ваше поровну», — взвелась Люба. «Честно, было бы сначала уладить мои проблемы, а уже потом делиться. У Надьки-то проблем не было. Жила себе тут припеваючи, а ведь ты из-за этой клуши ноги лишился». «Что?» — побагровил Петр. «Ты себя слышишь? Дура ты, Любка! Да Надя меня к жизни вернула. Черт с ней, с ногой. Помер бы я тут еще много лет назад. Внуков бы не увидел, если бы она собой не пожертвовала. Она учебу бросила, со стариком тут ютилась. И не было тут ни бани, ни удобств. Жила, как все в деревне живут, а ты за богатством поехала. «И что же? Где твое богатство, Люба?» Отец, разочарованный, покачал седой головой. «Так ты и не поняла ничего. Главное богатство, оно же тут. Тут!» — мужчина силой ударил себя по груди. «А ты у меня бедная родилась». Он помедлил, а потом решительно качнул головой. «Ты права, Люба. Мы слишком долго все делили поровну, хотя это было нечестно и несправедливо. Не поровну надо, а по заслугам. Завтра же я поеду в город, чтобы дарственную оформить на Надю. Не думаю, что помру так скоро, как тебе бы хотелось, дочка. Но знай, что все, что я имею, оставлю той, кто этого заслуживает». Как бы Люба ни кричала, ни топала ногами, но в этот раз никто не пошел на ее поводу. Сестры давно выросли, и пусть когда-то Надя была готова отдать свою игрушку или платье, но времена изменились. Александр отвез Петра в город, где он и оформил все на Наденьку. Он обговорил все нюансы с юристом, чтобы Люба не могла оспорить завещание отца. Петр, благодаря уходу Нади, прожил еще три года, хотя врачи и года не давали. За это время обиженная Люба не появилась в деревне ни разу. Не приехала она даже на похороны папы. Надя и Саша продолжали жить в деревне. Они не гонялись за журавлями в небе, за жизнью в большом городе или богатством, точно зная, что счастья там нет. Счастье, настоящее, оно было рядом. Она пряталась в смехе здоровых детей, в горячем ужине, за которым собралась вся семья, в морщинах родителей, что появляются от улыбок, в лае любимой собаки, в отдыхе после тяжелого рабочего дня, в первом собранном урожае, подаренном мужу букете цветов, что были собраны им на поле и усыпаны каплями росы. Счастье для них было именно таким, и его было много.